Компания Ростелеком готова установить на территории Ненецкого округа социальные тарифы для малообеспеченных граждан. Договоренность о доступности интернета для всех категорий жителей округа была достигнута в ходе рабочей встречи главы региона с вице-президентом Ростелекома. Отдаленность Ненецкого округа от большой земли, высокая стоимость технологических затрат по обеспечению интернет-связи на территории региона отражаются на тарифах компании Ростелеком для населения. Воспользоваться услугой по подключению к всемирной паутине может далеко не каждый. Желательно, чтобы услуги интернета были доступны не только тем людям, которые работают и получают хорошую зарплату, но и тем жителям, которые мы не можем назвать высокообеспеченными. Это даст возможность пользоваться услугами интернета всем жителям нашего округа. Антон Годовиков поддержал идею губернатора Ненецкого округа, напомнив, что магистральный канал волоконно-оптической линии связи был протянут в округ в 2012 году. Тогда компания инвестировала в проект более 200 миллионов рублей. Сегодня компания Ростелеком готова разработать гибкие тарифы для отдельных категорий населения. Я думаю, что нам стоит разработать какой-то механизм, обеспечивающий с одной стороны соблюдение нами законов о купаемости, в том числе нового законодательства, с другой стороны удовлетворение вашего беспокойства о социально неосвященных своих населениях. Помимо этого представители сторон в ходе рабочей встречи обсудили перспективы участия компании Ростелеком в проекте «Безопасный город». У компании уже есть опыт работы в этом направлении в других субъектах Российской Федерации. Во время встречи глава региона также предложил представителю Ростелекома оборудовать подсветку на мачте предприятия в центре окружной столицы. Мы видели, как прекрасно выглядит город в ночное время, как он подсвечен. Мы рассмотрим различные варианты и я вернусь обязательно с ответом с тем, чтобы постараться эту проблему как-то решить с нашей стороны, в том числе и внести свой вклад в красоту города. Понятно, что это довольно значимые затраты, они должны быть забюджетированы, поэтому мы постараемся включить их в бюджет и будущих периодов с тем, чтобы суметь это сделать. Конечно, в этом году это невозможно в силу того, что бюджетный год завершается. Бюджет образования на следующий год еще не завершено. Но посмотрим, если нам удастся достаточно заработать, то, конечно, мы с радостью этот проект реализуем. Главным же итогом двусторонней встречи, по мнению главы региона, стала договоренность о доступном интернете для всех категорий общества. Понимаем, что есть категория жителей, которые бы хотели получить тариф, доступный им. И вот на встрече мы обсуждали этот вопрос и очень надеюсь, что компания Ростереком, как наш надежный партнер, обязательно рассмотрит возможность создания такого социального тарифа. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север.